Отметим, сегодня нам удалось пообщаться с руководителем и наставником ярославских аниматоров, гость нашей студии, кандидат педагогических наук, доцент, директор школы анимации «Перспектива» Владимир Васильевич Ищук. Владимир Васильевич, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Хочется задать сразу первый вопрос. За время существования центра вы вырастили не один десяток талантов, обладателей всяких лауреатов, всевозможных конкурсов, фестивалей. Скажите, трудно ли растить таких людей? Ну, вы знаете, наверное, не трудно растить таких людей, потому что, во-первых, уже какой-то талант, какая-то искорка божья у этого ребенка есть. Только его нужно вовремя разглядеть, вот, может быть, даже открыть его и посмотреть, в чем он силен. Один силен, например, хороший художник. Второй силен, он хорошо, красиво вырезает декоративно-прикладное творчество, это его конек. У третьего, например, он хороший диктор, например, он хорошо, красиво может рассказать. Вот четвертый, может быть, автор, он сочиняет какую-нибудь там басню, может сочинить или рассказ какой-то, вот, это необходимо для сценария. Поэтому каждый ребенок, он своеобразен, надо только вот найти то, что его, вот, это своеобразие отличает от другого и выделяется, и развить именно это направление. Вот вы говорите только о детях. Может ли взрослый научиться анимации, да, быть аниматором? Запросто, если есть желание, самое главное, первое условие, это, чтобы человек хотел. А возраст не помеха, в любом возрасте человек может достичь и обучиться чему угодно. Ну и вот хочется как раз поговорить о таком выдающемся аниматоре, да, нашем земляке, обладателе Оскара Александре Петрове. Скажите, пожалуйста, он преподает, да, существуют ли какие-то мастер-классы для ребят? Может быть, методика какая-то Петрова есть твоя? Ну, вы знаете, да, есть знаменитая техника Александра Константиновича Петрова, это техника ожившей живописи. Это когда он пальчиком рисует картину. Наши все ребята охотно и часто ходим к нему на студию, вот, и поэтому они видят, как работает Александр Константинович, и, конечно, смотрят многочисленные профессиональные призы, которые там выставлены, и среди них стоит в центре Оскар. И каждый подходит бережно, строгает, можно я поглажу ее? А такое поверье у него есть в мастерской Александра Петрова, кто погладит там Оскара там по голове или там его потрет ручки, значит, все, тот когда-то может тоже приобщиться к этому делу и получить своего Оскара. Вообще, мультипликация в нашей стране на каком уровне? Можем ли мы говорить о каком-то подъеме или наоборот, может быть, оспадь? Сейчас в каждой семье почти есть то ли цифровой фотоаппарат, то ли видеокамера, компьютер или ноутбук, и это все позволяет сейчас учиться дома, прежде всего, так сказать, на таком первоначальном уровне, а затем, если вот прийти, допустим, или к нам, или еще в какую-то студию, получить там и консультацию грамотного педагога. Поэтому сейчас я, да, и еще же много, сейчас полнометражных фильмов стало, вот, и поэтому много студий новых молодежных открылось, и поэтому это все говорит о том, что сейчас у нас кино и анимация особенно, она сейчас расцветает и прогрессирует. Спасибо большое, Владимир Васильевич. Напомним, сегодня мы говорили с кандидатом педагогических наук, доцентом, директором школы анимации «Перспектива» Владимиром Васильевичем Ищуковым о большом будущем отечественной анимации.